Ребятки, привет! Первые мои впечатления по приезду в Даллас. Во-первых, была холодная погода. Реально было холодно. Я не знаю, градусов, наверное, 15 на улице. В Краснодаре было 27. Приехала в новую квартиру сына. Дочка с сыном встретили в аэропорту, привезли меня. Прихожу. Та-дам! Вы представляете? Он уже месяц переехал в новую квартиру. Месяц! Сам снял, сам платит. Дочь и отец помогли перевезти ему все сюда. Муверов наняли. Ребята, ну это вообще что? Я приехала, думаю, тут я сейчас буду расслабляться. Тут мой бедный чемодан вообще засвинячили, не разобранный еще. Ну, вся квартира, кстати, того сувенированного с Краснодара, очень ему идет кубанка. Ну, на самом деле, ребята, ну скажите, студент и не студент, вот чем можно заниматься? Я говорю, чем ты занимался целое время? Он говорит, я изобрел два изобретения какие-то там, стекло для машины ночного видения и еще какой-то там батареи, какие-то охлаждения для ядерных реакторов. И он оформлял патенты. На патио тоже стоит еще коробка, не разобранная, это, кстати, в кухонной принадлежности, которые должны быть в кухне. Квартира хорошая, хороший этот самый комплекс апартамента. Мне понравилось. Очень чистенькая, тихо так. Вот, ну вот это, вот что вы думаете будет, чем заниматься мама теперь, да? Во-первых, надо телевизор срочно повесить на стену, поменять мебель. Я уже заяву, в ванной вообще ничего, вообще ничего, в ванной нет. То есть и ванная просто пустая, навалена тоже каких-то его вещей. Для всего есть полочки, для всего есть всякие крючочки, даже коврика на полу нет. Кровать показывать не буду, хотя покажу. Ладно, кровать, ладно, как бы, постель, я думаю, что тут не стирали уже давно. Ну, тумбочки не разложены, там что-то навалено. Здесь какие-то его схемы, микросхемы, которыми он занимается, да? Вещи в клозете тоже показать не буду. Ну, коробки не разобраны месяц, дрели какие-то. Вот как так можно? Какие-то провода, какие-то микросхемы, какие-то чипы. Вот чем он занимается, тем, что ему интересно. Ему интересно вот этой херней заниматься, да? А коробки пусть они, он говорит, когда стану миллиардером, тогда меня будут разбирать уборщица. А пока я занят патентами, изобретениями, мне это все не надо. Как можно жить так? Жить, девочки, у кого есть сыновья? Вот объясните, это только у меня такой ребенок или он у всех? Причем дочка просто идеальная, изумительная частюля, которой вообще там пылинки не должны лежать. Ну, вот чем я буду заниматься сегодня, вместо того, чтобы отдыхать и готовиться к свадьбе дочки. Слава богу, еще целая неделя до свадьбы. Если, кстати, не в курсе, то я вернулась из России в Даллас, потому что у меня у дочки 28 апреля свадьба. Ну, придется тут обживать сына теперь. То есть, вот сегодняшний весь день будет, я хорошо отоспалась хотя бы. Вот, я хотя бы отоспалась сегодня у дочки отлично, но сына это просто какой-то ужас. В общем, сегодня мой день будет посвящен разбору коровок и наведению порядка на кухне. Иначе, я так думаю, если я вернусь через год, я увижу то же самое все. Вот, это вот мои первые впечатления. Ну, и про поездку через аэропорт я отдельно еще ролик выложу, как я через Турцию ехала. А так, да, вот, ребята, веселье мне сегодня ожидает. Куча стирки. Хорошо, машинки у них вот такие вот машинки стиральные. Двойка такая. Мне нравится. Ну, вот, основные, наверное, тоже такие есть. У меня просто маленькая встроенная. Ну, в Америке вот в апартаментах это вот часто такие именно делают. Двойка, да, здесь сушилка. А здесь это самая стиралка. Вот. Иногда ставят две рядом. То есть, одна здесь и вторая здесь. Она просто больше места занимает. Но тогда можно полок больше поставить. Это занимает меньше места. Вот, такой, как бы, стиралка с сушилкой. В общем, надо вещи его разбирать, которые посушены. У меня вот брат в Краснодаре, да, ну, он точно такой же. Точно такой же. До сорока лет мама и папа ему вещи разбирали. Ну, он развелся с женой. До этого жена. До этого опять мама. То есть, просто передавать из руки в руки. Вот мама передает сына жене. Сам по себе сын, я так понимаю, в сорок лет он не в состоянии будет за собой следить. Вот. Я не знаю, как это кубанские такие гены. А папаша, американец, нормальный достаточно. Такого, как бы, я за ним не замечала. А сын, он сказал, я вот делаю свои микросхемы, схемы, да. Я занимаюсь. Он вот это открывает вещи. Надо сейчас все переделывать. Я, говорит, вот занимаюсь вот такими всякими паяльниками, схемами. Мне, говорит, это надо. Вот это ж заказал себе тоже всяких, я смотрю, коробках, всякие проводки. Вот это вот этой фигнёй мне занимается. Там тоже какие-то технические, какие-то микросхемы, какие-то хрени. Вот. А, навести порядок в квартире? Нет. Вообще пофигу. Да наведи ты порядок, потрать один выходной и живи спокойно себе. И знал, что я приеду, да. И вот даже в мысли не пришло, что надо же всё равно поубирать. Как-то разобрать. Ой. Расстроенная я, девчонки. Вот так вот. Хорошо, что к один сыну, а вторая дочка. Если бы у меня двое таких было, то сыновья в шоке бы была. Ну всё, дальше ждите мои новые репортажи. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Сейчас разберу кухню, покажу, как будет. После того, как. То есть вы увидели до приезда. И что значит приехала мама, как вот у него будет после приезда. Увидите, сравните.